В рамках зонального этапа одного из самых популярных республиканских конкурсов «100 идей для Беларуси» научной работы представили участники из Бреста, Жабинки, Каменца и Кобрина. Пять о номинации и более 30 проектов, причем на презентацию каждого отведено всего три минуты. Идею жюри оценивали по актуальности, практической значимости, новизне и реальности воплощения. Этот проект хорош тем, что помогает выявить именно молодых ученых, которые, может быть, есть у них какие-то идеи свои, но они, может, стесняются, может, где-то им чего-то не хватает. Мы помогаем, так скажем, им вдохновить их и помогаем им реализовать свои идеи и проекты. Инновационные, но, главное, полезные. У этих ребят свой творческий, главное, свежий взгляд и подход. Юноши и девушки предлагали разработки в IT-технологиях, социальной сфере, промышленности, строительстве, аграрном секторе, природоиспользовании. Словом, проекты на любой вкус – от дизайнерских скамеек в белорусском стиле до промышленных роботов. «Наш проект называется «Ладная лавка». Мы представляем расписные лавки в белорусском стиле. Цель нашего проекта – приобщить молодежь и наш народ, помнить свою культуру». Мой проект называется «Либрум». Цель его заключается в повышении интереса горожан к чтению литературы путем создания полки в общественном транспорте, где будут располагаться книги. Меня эта тема заинтересовала из-за того, что я заметила, что мои одноклассники, они не очень заинтересованы в чтении. И во время проезда в транспорте они просто едут и листают ленту в социальных сетях и ничем полезным не занимаются. Поэтому я решила создать такую полку, чтобы даже не только молодежь, а и старшие поколения, они просто проводили время с пользой во время проезда в транспорте. По итогам конкурса эксперты выбрали победителей зонального этапа республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Далее – борьба в областном этапе, который состоится 13 декабря. В нем будет представлено семь отобранных проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова